Продолжение следует... Продолжение следует... Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств привыкли... ...за отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... ...отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись! Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись! Итак, давайте разрядимся. Немного тут был привет от Хурикейна Бегриппа. В Азербайджан бандитки от Тоса ГГ. Привет! И... Руфу и Стафу. Привет от Димана. Все, мы рэди. Я пишу гоу. И... ...ставлю наблюдателя 9 раундов. Поставьте, напишу. И... ...поехали. Да, поставили 9 раундов. Все, понеслась. Ну что, матч Бай из Азербайджана. Гетто Ганг. Украина-Россия. Карта ДЦ. Я вам сейчас скажу, чей это был выбор у нас. Да, это команда Бай выбирала карту Азербайджана. Ну и посмотрим на Тоса и его команду на... ...на ДЦ. Так, что там случилось? Диман, Диман, Диман там написал. Сам себя поддерживает. Да, Дай, Дайв тоже себя поддерживает. Ну что, там... ...да, вообще непонятно. Непонятно. Гоу, парни. Скажу, что следующая игра М-Сириус и Dream Team. Ребята сейчас параллельно начнут. Тут у нас пошло такой дилей на полчаса. Ну, чтобы не задержать остальных, сыграют без стрима. М-Сириус против Dream Team. Мы будем, ну, узнавать счет. Узнавать счет параллельно. Так, одна минута здесь настроечки. Давайте еще раз взглянем на группу С. Сейчас играют вот Getogang против Bay. Dream Team играет с М-Сириус. Ну что, Dream Team могут 6 очков заработать. Ну а Getogang могут стать генноличным лидером. В очередной раз 9 очков заработать. 3 победы после 3-х матчей. Может все это быть. Посмотрим. Ну, так же я пользуюсь сегодня Миркой. Правда, не так уж активно ПБшники. Я понял, что ей пользуются. Потому что, ну, мало мне сообщений в Мирку приходит. Собирали на ТВ на QuakeNet. Друзья, я там. Это наш канал. Пишите мне в личку. Собирали на ТАФ и мой ник там с собачкой по админу вы можете найти. И легко можете мне написать. Я это все дело прочитаю. Все, пошла игра. Деловой центр. Начало миссии. Ну и я быстро, быстро гляну. Да, проверю свой стрим. Все работает. Ну, поехали. Итак, у нас команда из Азербайджана защищается. Украинская гвардия атакует. Украина-российская. Опи делает первый минус. На зигзаге, на парыче. Поймал кого-то в кафешке. Кому-то там прорядил из питающихся. И теперь у нас команда ТОСа остается в меньшинстве. Команда Гетто Ганг. Ребята из Гетто. Гопники просто, наверное. Если знаете по нашему сленгу. Это просто гопники. ПБшные гопники. Гопают они здесь своих врагов очень плотно. Вот самый главный гопник ТОС. Он со своего дробаша ловит по карте и гопает персонажей вообще жестко. Но, правда, сейчас они втроем остались на карте. Три в пять. И будут что-то думать. Найс где-то перед ЦК стоит. Тут пытается кого-то найти. На ухе он тут просто стоит в центре. И двое уже пошли на стрит. Будут выходить на АТОС. Чекает плент. Достал питон. Эх, эх, дробаш. Ну что, вы как... Смотрите, оп, пригнуться. Нет, пропрыгал. Хае на нубку. На нубке никого. Пригнулся. В плане прыгал хуликейд. И получил голову. Два остается игрока. Найс. Подтянулся. Ну еще Марсисайд жив. 55 хп. У него очень мало жизни. Но это раунд для команды, по-моему, Азербайджана. Для команды бай. Если бай сейчас могут победить, то они могут сделать ветер. Они могут сделать ветер. Слышим дым. Кто-то зашел в плент. Минус от Эмгрина. И минус от Эмгрина. Все очень легко для азербайджанской команды. Но и где-то ганг проигрывает первый раунд. Бай. Выходит вперед. 1-0. Начало миссии. Вот таким заупием. Посмотрим. Врывается он ЦК. Там Дима. Найс. Ой, его сейчас поймают. Еще и прошивает кто-то. Рядом пули свистят. Где-то над правым ухом. Увидит он Найса. Немножечко как-то... Да, не очень удачно. Но минус дел. В него даже ни пули не попали. Как-то непонятно. Мне казалось, что там его хоть как-то нажарили. Но нет. Минус от Эмгрина. И ушел назад. Не перепутал я нужный момент. У нас сплит на Б намечается вообще. Двое длина. Двое зиг должны выходить. Хотя Тос вообще в коробке воюет. Там с Еманов. Куда Тос пошел? Вот он вышел. И умер. И умер Эмгрина. Минус два. Все хорошо. Мы видели это на своих экранах. Мерсисайд с М200. С машины чекает плен. Там панда. Мом панда. Ван плезон. Ну и вот в общем... Диман где-то. Опаснейший Диман. Диман перед ЦК. Ищет врагов. Но тут ему явно сложно в таком эпизоде. Пока гляну, что мне в Мирку написали. Здорово, Тафа. Мне написал Фейм. Здорово, Фейм. Давайте посмотрим с Диманом. Минут 57 секунд. Тут, конечно, сейчас шифт такой включился. Читак им вести. Читак. Такая пушка. Да, называется. Новая снабжевская винтовка. Опи минус Мерсисайд на длине. И Диман последний. Видели, что он перед коробкой. Где-то там что-то зажало в стенку. Что это за звук такой непонятный? Ой, Диман. По-моему, Диман какую-то фигню на приседания юзает. Или мне так показалось. Либо это глюк спектаторской. Дахтошел. Звуков не было. Какой-то зажимчик по звуку только. Нет, там, наверное, меня переключило. Какая-то фигня это была. Один хп. Мгрин легко убивает Димана. 2-0. В пользу команды Бай. Они пока выигрывают. Молодцы, молодцы. Но им тоже нужны очки. Конечно. То, что тоже им нужны очки, как никогда. Начало миссии. Посмотрим за Диманом. Ну, а я пока добавлю... Ну, тут маленькая такая картинка появится. Добавлю следующую игру. Где-то ганг сам Сириус. Быстро добавлю ее на наш YouTube-канал. Что-то вообще в атаке. Вот Марсисайда сейчас тоже запилят. Всех тут порвали в районе стрита. Нет, Марсисайд еще жив. Он как-то умудрился дать минус М200. И снова он один. Но он брал уже в предыдущей карте жесткий раунд. Один в три. Сейчас он уже, считайте, если возьмет раунд, то сделает это один в четыре. Ну, давайте смотреть, что он делает. На шифте. Тишина. Враги вообще ушли с точки. На никого. Напряжение. Напряжение на матч. Дергается рука у Марсисайда. Один в три раунд. Ну, что, пошел вставить. Вот тут очень важен будет первый баг на него. Если заберет первого. Да, он выкупает резк. Все, его увидели. Но стоит все равно, по-моему, перестреливаться. Надо, да, надо идти на отстрел. Потому что, если они за эту точку, у него шансов не будет. Он это понимает. Хорошо минус делает. Минус два. И один на один. Марсисайд. Марсисайд берет раунд. Фантастика. И это два-один. Вот так вот. Один в три. Пишу сразу. ГГ. ГГ. Против команды Бай. Это был у нас третий раунд. Вот это да. Снова Марсисайд. Ну, он тут в топы попадет. И не один раз. Так, у нас кафешка перед А. Тос уже. Кого-то забирает с Рабаша. По-моему, в коробку он зашел. Да, кидает. Нет. Нет. Он был в парочи. Да, он ему в парочи. Прокинул Хае. О, прилетает граната Смидла. Ямат. Это дым. Ямат. Тос. Тос его запилял. Какими-то быстрыми своими выстрелами. Там, заколдовал его. За кручу и у Драбаш Веричу. В ПБ в голову залепить хочу. Я не знаю, что там колдует. Такие слова говорит Тос. Но, конечно, Драбаш его в руках. Это, видишь, довольно веселая в голову. Тос, что вытворяет? Бомба была установлена. Бомба установлена. И это, по-моему, все-таки это 2-2. Сейчас я поставлю раунд. Второй, ребят, не переживайте. Еще 2-1. Уже 2-2. Уже 2-2. Я просто не всегда все успеваю делать. Но ничего страшного. Я скоро к этому привыкну. Начало миссии. Начало миссии. Да, и мы с Сириус, с Белоруссией, Dream Team, сейчас параллельно начали играть встречу. Она будет играться без стрима. Ну, а дальше уже по расписанию, по идее, мы можем успеть на Unstopped против Upgrade. Это уже группа D. Украина, Россия. И Rise против Begrip из Азербайджана. Вот эти еще 2 матча мы с вами посмотрим. Всем командам, ПБшникам, привет. Распект и уважуха. Ну, ладно, смотрим. Дройна с 3-го атаки. У команды GetGang. Конечно, Мерсисайд своими раундами. Он просто поворачивает события на карте. Он ломает психологию своим врагам. Хотя мы видим, что команда Бай не сдается. Их так легко не поломать. Они делают 2 первых минуса в этом раунде. И что? Тос на длине вообще с дробашом. Такая самая удачная позиция для дробаша. Это длина именно, да? Там издалека бровник пускать, пугать врагов. Взорвал под бочку, пробежал. Емат минус диман. Остается дайв и Тос. Ну, Тос на бетоне. И, по-моему, панда... Ну, что для него, что панда делает. Панда... Панда провтыкнул. Видите, он с этой спиной. Тос свои быстрелы и магические быстрелы. Бум! Сломает вообще. Просто переломало там бедного панду. С этого дробаша уже убили дайва. И Тос зарядил свою пушку. Еще минус один. Тос! Тос! С ножа! Тос! Что сдает? Это пятый раунд. Неужели будет эйс? Неужели он убьет всех? Так, его увидели. И он знает, где опи находится. Пригнулся, ушел в ЦК. Время есть. Время есть. Можно еще побаловаться. Но он знает только, где один соперник. И не знает, где второй. Он, наверное, думает, что где-то есть. Все-таки на второй. А на Б я видел одного. Ну ладно. Нет, все-таки он уверен, что здесь никого нет. Да-да-да, он как чувствовал. Может быть, услышал. Не знаю. Может быть, это шестое чувство. Но он ставит бомбу. И сейчас что-то будет. Он пригнулся. Он прошел на мусорку. Его не услышали. Ну, будет выходить. Все, спалился. ХАЕ. Шел в плен. Какой очень-очень. Мне вообще нравится движение Тоса. Еще забрал гранатой опи. Один на один. Видит Эмгрина. 17 хп у Эмгрина. Каску сбили Тосу. Он без каски. 61 хп. Надо зарелодиться. Да-да-да, он начинает релодиться. Нет там гранаты. Есть граната у Эмгрина. Летит она к Тосу. Бам! Это был дым. Это был дым. 7 секунд. Выходит Тос! Что сдает Тос? Это просто фантастика. Я такого давненько не видел. Хотя нет, не так много времени прошло после его магических раундов. И Тос берет третий раунд для команды Гетто Ганг. Да, это, конечно, жара. Так, кто лучше? Мерси Сайт или подарок с М200? Это уже такие вот разборки пошли. Я не знаю. Нужно им устроить какую-то личную дуэль Тосу. Подарку, точнее, и Мерси. Оба опасны. Ну, подарок, конечно, вообще зверюга. Но Мерси тоже неплохой. Не знаете, нет? Как будто, когда встретятся они... Тогда и увидим, кто лучше. Посмотрим, кто полезнее. Одно дело попадать, а другое дело приносить пользу команде своей. Понимаете? Бомбанк, опять же, это командная игра, а не дуэльная. Здесь все... Не важно, как ты стреляешь. Главное, сколько раундов берет твоя команда. Нет, конечно, стрельба решает, но... Бомба была установлена. Выигрывает команда, а не отдельно взятые личности. Поэтому трудно сказать. 4 на 4. Гетто-ганг проходит на А-плент. И они уже там задымили. Вообще окопались. И уже ждут на прием. Ну, а на прием... Вот этот человек с друговиком опасней всего. Он просто делает бах-бах и все. Бах... Нет, в этот раз-то повезло. Если бы нажал на кнопку, было бы жесть. Минус 2, 1 СГГ. Мерси Сайд просто прошивает план. Пытается там в дыму найти Хурикейна. Тот один против двоих рлоудился. И сейчас будет врываться на Мерси. Понад стенкой пробежал. Но тут Мерси Сайд не промахивается. И четвертый раунд подряд для Гетто-ганг. GG выигрывает в этом матче. Бай, пора собираться. Они уже очень много обидных раундов отдали. И как-то... Ну, что-то... Что-то им мешает. Наверное, это что-то... Это безумный пинг. Спектаторские глючи. Частая вещь. Привет клану Венсер. Аут Мори. Фишет Фейм. Но это, наверное, он не прописал про тот момент, когда... Кому-то из Гетто-ганг там такой заглючка по звуку пошла. И там я сказал, что это какой-то макрос. Да-да-да. Ну, конечно, вряд ли. Макрос, заглючки из спектаторов. Взрывается защита. Все, по-моему, полетела. Уже команда Гетто-ганг. Все у них получается. Мерси СМ-200. Работает. Не покладая рук. Видел одного в доме. Идет к парням в плент. Забирают парыч. И все. Нет, забирают дом. В парыче остался последний. Диман и Дайв здесь разобрались. 5-2. Ну что, 7 раундов отыграно. Еще 2. В первой половине. Сначала миссии. Интрансу от Дики. Между делом вообще. Все тут смотрят. Коми-2. Не видел. Я тоже смотрю. Дико, это тоже. Привет. Ладно, смотрим. 5-2. Я лучше пишу подарок. Вспомни Киев. Ха, увидел это сообщение. Подарок. Ну, тут Нарси тоже увидит это. Ха-ха. Конечно. Ладно, посмотрим. Найс делает минус. Все, полетели. Гетаганг. Они уже почувствовали преимущество. В них все начинает лететь. Смотрите, что происходит на карте. Только мы слышим попадание в голову. Женские стоны. Но это не немецкие фильмы, друзья. Это Пойнт Бланк и команда Гетаганг. Что я сегодня рифмаю говорю, непонятно. А вот и Тос. Патроны закончились. Какой облом для Тоса. Но игроков много уже с матчета кидались на опи. Но здесь Найс с Питоном. И 6-2 счет в матче. 6-2. Последний раунд первой половины. Так, мне что-то пишут в Мирку. Хиппо. Привет клану. Венсер Аут Мори. Да, мне написал еще Хиппо. Передали. Но мы продолжаем следить за Суперкубком по Пойнт Бланку. У нас играет группа Цепп. После этого мы перейдем к двум матчам группы Д. Матч М-Сериус с Демпим мы сегодня на стриме не посмотрим. Ребята играют параллельно, чтобы догнать расписание. Были не против. Решили сыграть сами. Ну и у нас уже война. Уже на А-Пленте. Команда Гетаганг. Уже Найс. С коробки пробежал. Сейчас тут Панду выщемят. Вот, наконец-то, выщемили Панду. Еще есть у нас М-Грин. Он вообще с Теровского распа идет. Ямад в коробке. Ямад в доме. Двое Смидла. Ну, Мерси. Мерси не промахивается. Мерси. Какой все-таки этот тай... Читак, этот читак опасный. У меня про М-200. Ой, М-Грин отправил Мерсисайда вообще. Бензиновый рай. Зарвал его на бочке. Ходя на нубку, минус на СГГ. 20 фпс и видео ПП, пишет Тост. Ну, ладно. Окей. М-Грин один на один играет с дайвом. Ну что, берет, берет, берет. Раунд 6-3 после первой половины между Бай и Гетто Ганг. И у нас, друзья, смена сторон. Бомба деактивирована. Высокий скилл владения кусачками у М-Грина. Тут уж ничего не скажешь. Миссия успешна. Начало миссии. И мы все выходим на вторую половину. Ну, еще раз напомню, друзья, что дальше по расписанию. У нас игра Unstopped против команды Upgrade. Будет эта игра 21-0 по Киеву, 22-0 по Москве. Через 15 минут, по идее. Ну, возможно, там маленькое опоздание, там 5 минут. Ну, не страшно. Ну и Райс против Бэк Грип. Дальше это два матча группы D. Группа D еще не играла. Включаются основные звезды, там, NSK и RockSkiss. Вообще в самом конце включаются в борьбу. Они в двух последних группах. Ну, то ли еще будет. Продолжается мошна по поводу подарка и Мерси Сайда. Вано пишет мне в Мирку. Передай подарок, увидим, кто лучше на лане. Ну, это он задал вопрос. Мерси или подарок, кто лучше? Ну, все. Ну, что, пишем Рэдди. Начинаем матч. Вторая половина. 6-3. 4 раунда до победы. Гетто Ганг. Бай. Смогут ли Бай на своей карте еще собраться? Вот в атаке начать успешно? Мы сейчас увидим. Ну, я уже, знаете, я уже начинаю привыкать к командам. Я уже начинаю понимать, что к чему. Я уверен, что больше, не знаю, больше 50% раундов. Во второй половине команда Бай попытается продавить через А и ходить в стрит в большей степени. Там Опи будет делать свои вот эти вот соло пробегания через длину. Ну, а у команды Гетто Ганг, по-моему, надо... Вот мне надо посмотреть, где будет стоять ТОС. Ну, я думаю, что это будет Аплант. Ему там очень удобно на таком расстоянии принимать. Плюс ему может там хелповать Мерси. Вообще Мерси, наверное, будет играть и в центре. И вообще его можно на Аплант, на бетон ставить. Ну, конечно, в центре он будет полезнее. Он будет часто менять позицию. Ну, увидим, увидим. Итак, начинается вторая половина. Диман в центральном кафе. Найс поджим длины. Опи на длину, как я и говорил. Вся остальная команда пошла. Ну, вот уже понятно, как будет играть Бай. Вся остальная команда идет на, вот, я называю это, второй стрит, и не знаю. Можно назвать это вот. Задний переулок, да, на карте тут написано. И ТОС, да, ТОС, который... Ну, в принципе, я все угадал, кто где будет находиться, кто что будет делать. ТОС, там, ну, их поджал, дал им гранату, и ушел, ушел в плент. Ого! Ребята, это СОП-мод. Я не знаю, в Мирке, напишите мне, вот, через 120 секунд, что я знал, что это за пушка. Это АК-СОП-мод, если я не ошибаюсь. Что делает ТОС? По такому поводу стоит прицел включить. Он без дробовика, ребят, он без дробовика. Найс минус ОПИ на САУГа, на длине. Да, на длине все-таки Найс нашел ОПИ. А ТОС без дробаша, ведь не все мы угадали. Чует он врагов. Та-та-та-та-та-та-та-та! Какая страшная пушка! Нестандартные пушки любят юзать ТОС. Ну, а может быть, и не зря это добавляет, знаете, красоты в трансляции, в матче. И вообще это ломает мозг соперникам. А если ТОС владеет к ним и девайсам, то все будет хорошо. Я уверен, что поинт-бланк еще будет меняться. Пушки будут меняться. Правила там меняться, какие-то приколы, тактики. Все будет меняться. Эта скрина молодая растет. Мерси минус с М200. По-моему, в центре, либо уже в районе... Да, он с дома вообще уже на точке убил врагов. На пробиваются биллы-байи, но тут их уничтожают. Диман минус, ну и 2 в 5. 2 в 5, что ж такое. Ничего не получается, убайка. Ну, слишком читаемый был раунд. Понятно, что они, по идее, в атаке минус. Апоссал с этого бешеного софтмода. ТОС двоих забирает. Ух-тышка. 1-0. Второй половине. Общий счет 7-3. Ой, да, я там... Поджал мидл вообще, пришел к атаке, дал 2 минуса, еще... Ой-ой-ой, ну тут уже домансовался. Нужно было уходить за угол, отерлоудиться до конца, но он решил так пострейфиться. В любом случае, дал 2 минуса, умер, сделал плюс для своей команды, что еще нужно. Опа, ТОСы нашли на точке. ТОС по меня вообще позицию... Да ладно, он продолжает веселить меня этим девайсом. Минус от Димана, минус М-Грин. Так, ТОС. Нет, не сделал минус, это был Найс. Ну и быстренький раунд, быстренький раунд. Вообще, жесть. 8-3, гетоганг. Уверенно идут к успеху, по-моему, в этом матче. Так, мне EXCUSE DEX написал. Мужик, напиши мне, пожалуйста, латиницей, потому что, знаешь, бока в Мирке, там разные версии ИРЦ, плохая поддержка русского фута, и мне карахули пришли. А услышишь, что это только через 120 секунд. Так, Аркады на ТОС, он забирает с гранат одного. Ну же, ну же, ну же. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Минус М-Грин. Вообще, просто страшный пулемет, я вам точно говорю. И подходи, иди сюда, мой сладкий сахар. Вообще, ТОС, мега аркадный чувак. Мега аркадный чувак. Он, по-моему, кайфует от того, как врываться. Дайв минус ЕМАЦ, Мачете. 3-0 во второй половине. 9-3, матчпоинты для гетоганг. Начало миссии. Начало миссии. G36 EXC мне написали. G36C. Спасибо, ребята. G36, в общем, я буду знать. Я постоянно расширяю свои знания по инбланка. Скоро появится ходовательство свободного времени. Вообще, начну шпилить. Так, атака пробивает зигзаг. Одни маски белорусские валяются. Раскиданные по пленту. Диман дал минус. И, по-моему, атака сейчас может взять раунд. Нет, минус 1, ася 3 в 3. В доме Диман. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Он пригнулся, релоудится, дружище. Улазь отсюда. Ящики не шьются. Мне это так бесит, если честно. Но, ну ладно. И мы, по-моему, сбили маску кому-то. И Диман сбегает назад. Диман забирает топи и вернется сейчас он назад. Получил, да. Маски нет. Бомба стоит. Один на один. Диман. Пригнулся. Смотрите, крадется, крадется. Оп, оп. Такая сам показывает. Потому что я сам шокер, когда пригнулся под такую текстуру. Диман берет раунд. Ну, четвертый раунд. Вторая половина. Очень много ярких моментов в этом матче. И я думаю, что очень много попадет в топ-10 недели игровой. Миссия провалена. 10-4. Победа. 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 Парни из команды. Гетто-ганг. Что здесь писали? Вот, мне рывол написал. Это R-36. G-36. Он написал, что это R-36. Мне написали G-36 и C. G-36. Попусти, R-36 или G-36. Сейчас сам посмотрю. Выйти, выйти из боя. Так, привет клану X-U. Он писал. Вот что он писал. Ну, быстренько посмотрю, что это было за волына. Мне просто самому интересно, есть ли у меня такая. У меня такой нету, по-моему. Надо взять. Так, да. Касуп мой по-другому немножко выглядит. Хотя что-то есть похожее. Так, магазин. Подождите. Я не успокоюсь. Что это была за пушка? Мне нужно ее попробовать. Ага. G-36. Да, это G-36. Купить. Видите, сколько у меня вообще? Как у меня мало очков. Активировать сейчас. Так, ладно. Потом побалуюсь. Как будет время. Ну, теперь найди АУК свой. Кто его ломает постоянно вообще? Не понимаю. Починить. Что? АУК на базу. Все, нет необходимости. А, это был магазин. Е-мое. Все. Ну что, друзья, небольшой перерыв. Поздравляю команду GetoGang с победой. Перерыв будет действительно короткий. Сейчас я просто проставлю. Проставлю вот эти очки. Командам группы. Покажу вам еще раз группу. Итак, GetoGang. Три матча. У ребят три победы. Сейчас они сделали плюс семь. У них вообще уже плюс шестнадцать разница раундов. И девять очков. Абсолютно позитивный такой хороший результат. Команда Bice играла три матча. Один выиграла. Два проиграла. Сейчас еще разница раундов минус семь. В сумме минус девять. Ну и по-прежнему три очка. Но я еще пытаюсь узнать. Десять ноль. ДТ выиграла у МСириус. Вот так вот МСириус. Жестко там раздали. Но сейчас, значит, проставим быстренько еще и эти результаты. Три игры у Dream Team. Две победы. Десять ноль. Плюс двенадцать раундов. Шесть очков. МСириус пока неудачно. Три матча. Три поражения. Минус девятнадцать разница раундов. Но, возможно, они еще будут бороться с командой Бай в ответном матче. Вот теперь я вам точно уже покажу вам группу С. Вы видите. Девять очков у GetoGang. Девять очков. Шесть очков Dream Team. Три у Бай. МСириус ноль. Это только первый круг. Команда еще по одному матчу друг с другом сыграет. То есть еще по три игры каждая команда сыграет. То ли еще будет дальше в этой группе. Мы переходим к двум оставшимся матчам. И это будут матчи с участием команд от Stop It из Украины. Апгрейд из России. Российская команда Rise. И Бегрип из Азербайджана. Первая игра Unstop It Upgrade. Совсем скоро. Буквально через 5-7 минут на нашем стриме. Далеко не убегайте. Мы скоро вернемся. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жоп. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5. Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный. И это видно. Миссия выполнена. 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 Продолжение следует... ...за отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись! Впервые в рамках девятого сезона Международной лиги Intel Challenge вы увидите жаркие, захватывающие батареи в командной дисциплине Point Blank. 32 сильнейших команды СНГ вступят в схватку за главные трофеи лиги и солидный призовой фонд 14 тысяч долларов. В лучших традициях проекта всех зрителей и болельщиков ожидают прямые трансляции, обзоры игровых туров, общение со звездами Point Blank и лан-финал в формате шоу-матчей. Не пропусти! Виртуальная война начнется 10 августа в 18.00. Официальный сайт игры Point Blank.ru Официальный сайт лиги CyberArena.tv Главный технологический партнер проекта Корпорация Intel Генеральный партнер компании Asus Официальный игровой центр Киев Киберспорт Арена Партнер игровой дисциплины компания Innova Systems ИНДРА